Это все те укусы, которые я получал в течение своей жизни. Это жизнь, это практика, это работа с агрессивными собаками, это реабилитация агрессивных собак. На одной моей этой руке, видите, здесь кость вот эта есть, а здесь ее нет. Если видно будет, покажу здесь шрам, раздробленная кость укусом, штифт стоял. То же самое с этой руки. На одном моем этой руке три перелома. Эти укусы меня научили, как стать сильным, как научиться сделать так, чтобы больше их не получать. Разве этот опыт можно поменять на какой-то диплом? Приветствую вас, уважаемые друзья! Скоро будет мой вебинар. Друзья, речь будет идти о агрессии. Это самая распространенная проблема, с которым я сталкиваюсь уже более 25 лет. Хочу вам заранее объяснить и сказать, что агрессия даже в вас существует. Это некая функция для выживания, друзья. Агрессия существует в любом, любом живом организме, друзья мои. Это иногда помогает нам выжить, и этих животных тоже. Но здесь вопрос в том, что сколько ваша собака полагается на эту функцию. Чем больше он полагается на эту функцию, тем агрессия становится за основой его жизни, друзья. А это приводит вас к катастрофическим проблемам, друзья мои. Поэтому во время моего вебинара я вам объясню причины, причины, по которым ваши собаки становятся агрессивными. Я объясню вам способы, как избавиться от этой агрессии, друзья мои. И я объясню про язык тела. Потому что если вы не можете считывать язык тела вашей собаки, друзья, у вас ничего не получится, к сожалению. Лично я общаюсь с собаками благодаря пониманию языка тела. Я заранее могу знать, что сделает собака, друзья. Это из-за того, что я изучал этот язык тела. С чем я хочу с вами поделиться. Друзья, а третий блок будет посвящен безопасности. Как обезопасить себя, своих близких, родных, детей от агрессивных собак, друзья мои. Вот все то, что я хочу с вами поделиться на своем вебинаре. Если вы законспектируете этот вебинар, создадите структуру понимания того, чего я вам расскажу. Можно сказать, вы на несколько месяцев у вас есть тема, чтобы вы изучили это, поняли это. Естественно, передать все свои знания – это нереально, друзья, за этот вебинар. Это нереально. Понимаете меня? Но я постараюсь максимально, максимально вам дать ту информацию, которая вам нужна на данный момент. Чтобы вы понимали, что это, почему это и как с этим бороться. Вот если вы поймете эти важнейшие три пункта, почему это случилось, как привести это в баланс и что повлияло на это, тогда у вас будет понимание, что куда вы идете, почему вы идете туда и что ожидать, друзья мои. Вот все то, что я с вами хотел поделиться на этом вебинаре. До скорых встреч, друзья мои. Всех благ вам. Как после этих всех твоих шрамов ты любовь к собакам оставил? Я, потому что не воспринимаю это на личный счет. Я убежден в том, что то, что эта собака меня кусает, бросается на меня, тут ее вины вообще нету. Тут целиком вина лежит на владельцев, потому что они очень многое упустили в воспитании, и еще и наоборот сделали неосознанно. Сделали все, что она стала такой. Опять неосознанно. В большинстве случаев от благих намерений, просто не зная природу этих животных, люди делают катастрофические ошибки, друзья, считая, что это нужно собаке или надо. Ты людей также легко прощаешь? Да. Спасибо.